Сюрф это такая сложная штука по первому впечатлению, но когда ты начинаешь играть, тренироваться, учиться этому делу, ты осознаешь его превосходство, удовольствие и таймкиллерство. Я реально теряю вообще понятие, который час, когда я серфлю. Каждое прохождение карты, каждая попытка прохождения карты, это уже около минуты. Сто попыток это сто минут, вы понимаете, что это уже полтора часа, это просто очень быстро, поэтому когда я захочу чего-то сделать, кстати хорошая идея, скачиваешь кс-кл на ноутбук и играешь на серфе, когда тебе нужно где-то как-то протянуть время. Сейчас у вас на экране красивый серф, и самое приятное, что этот серф не скачан с интернета, это мой серф гребаный, я научился за месяц такие вещи делать, мне очень нравится это, теперь я не нарушаю авторские права. Я показываю вам свои же мувики, поэтому я занимаюсь благотворительностью. Если вы хотите использовать вот такой вот красивый фон себе под ролик, то можете скачать, я оставлю ссылку на скачивание. Контентмейкеры можете брать, страйки кидать не буду. В общем, на самом-то деле этот ролик я снимаю по поводу того, что я хочу посмотреть, насколько я улучшил свой скилл, что изменилось, ну и с вами поделиться, потому что я с вами учился серфом 8 часов подряд. Я вам показывал, что такое серф, объяснил от начала до конца все, что есть и все, что можно. Ну и сейчас я вам покажу итог всего этого дела. Ну а дальше мы перейдем, скорее всего, к пэхобу в следующих роликах. Сейчас я поговорю с Мишей и мы обсудим от начала до конца все, что происходит с моим скиллом в серфе. Кстати, еще на самом-то деле, сейчас 8 утра, а серф это 4 буквы, 8 умножаем на 4, 40 тысяч лайков. Давайте, ну не 40 тысяч, ну давайте 20 тысяч, сложно пацаны, 20 тысяч лайков. Все, полетели. Миша, ты наш самый частый гость на канале за последний месяц. Мы с тобой записываем уже третий ролик. Первый ролик был про то, как мы учились серфить. Второй ролик про то, что такое серф. И третий ролик, что со мной произошло за месяц. Научился ли я серфить или нет. Я попросил Мишу в этом ролике рассказать про те карты, которые мне стоит пройти. И вообще, чтобы он оценил мой бы уровень серфа. Ну слушай, ну сейчас, смотря за тобой, я могу сделать вывод, что месяц реально прошел не зря. И я вижу, что ты стал намного плавнее, чем мы с тобой в первый раз, когда зашли на серф. И на самом деле, у тебя сейчас, в принципе, приземления стали неплохими. Но все равно пока этого недостаточно. И тебе нужно стараться как можно плавнее еще приземляться на рампы. Но в целом у тебя сейчас появились азы, и ты сможешь пройти некоторые сложные карты. Я тебе сейчас рекомендую пройти Surf and Wrap 2. Это Тир 2 линейная карта. Surf Belief Refix Тир 2. Четыре стейджа. И Surf and Work 2. Она будет самой сложной из этого списка. Тир 3. Тоже линейная карта. И она проходит примерно минуту. Она как раз таки будет и ключевой. Сможешь ли ты ее пройти или нет? Вот, посмотрим. Скоро в видосе. Окей, сейчас я выбрал ту карту, которая вчера ночью проходила. И она мне очень сильно понравилась. Просто максимально приятная карта. И по картинке, и по прохождению. Но Миша ее назвал тупой. Сказал, что она слишком линейная и слишком простая. Ничего здесь нового нет. Я не знаю, мне все равно. Я тут почти рекорд побил карты. 10 секунд всего разница. А так, я бы тут набрал лишнюю скорость на самом деле, поэтому упал. Я тебе также очень сильно рекомендую смотреть за ботами. Смотря за ботом, ты можешь, во-первых, узнавать новые скипы. Во-вторых, если на боте показан про игрок, ты можешь увидеть те движения, которые он делает. И ты можешь пытаться их повторить. То есть, ты будешь анализировать то, как он проходит. И стараться искать в своем прохождении ошибки и их фиксить. Вот, я прошел карту за 54 секунды. Лучшее время здесь было 40 секунд. Я лично считаю, что это неплохо за месяц. Подожди, а что я делаю не так? Вот смотри, я прохожу карту. Вот что я делаю не так? Какие у меня могут быть ошибки с приземлением? Вот сейчас мне не хватает скорости. У тебя на каждом приземлении, из-за того, что ты выбираешь неправильную траекторию, ты очень много скорости теряешь. То есть, ты, проходя каждую рампу, теряешь по 100, по 300 скорости, что непозволимо для серфа. Хорошо, смотри, я знаю единственное, точно, 100% сейчас, что я прыгаю неврально. То есть, я смотрел, как бот выполняет как раз прохождение этой карты. И он прыгает не вот так, как я прыгаю. Он прыгает вот так. Он делает пристрейф. Он делает пристрейф, да. О котором ты рассказывал, но у меня не получается его сделать. Объясни, пожалуйста, прямо сейчас, что мне надо сделать. Смотри, чтобы сделать пристрейф. Давай я тебе просто покажу, и там будут видны как раз таки мои клавиши, которые я нажимаю. И я думаю, что так будет нагляднее. Смотри, если вот, допустим, смотреть мою скорость без ножа, она будет равняться 260 юнитов в секунду, да. Ты сейчас видишь. Делая пристрейф, мы можем эту скорость поднять до, не знаю, там 350-360 юнитов в секунду, что, естественно, нам даст плюс на старость. Что мы вообще делаем? Так как рампа находится где-то вот тут, да, мы отходим немножко левее, для того, чтобы нам было удобнее приземляться на рампу. Зажимаем клавишу одновременно W и D. Делаем такой небольшой стрейф. То есть, вон, видишь, мы разгоняемся до примерно 300 юнитов. И в момент, когда у нас будет максимальное значение, то есть 300 юнитов в секунду, мы делаем как раз-таки прыжок, отпускаем клавишу, и отпускаем клавишу W и D, и зажимаем противоположную A. То есть, делаем пристрейф, раз, зажали, и полетели дальше. То есть, вот, сделали пристрейф, вот в этой точке нажали на пробел, отпустили W и D, и вернули клавишу обратно, ну, с помощью клавиши A. То есть, вот, раз, два. Это сложно, это очень сложно, я сейчас ничего не понял. Это очень сложно для понимания, но здесь нужна практика. То есть, просто так, с первого раза, это, ну, естественно, никого не получится. Тут нужно прям практиковаться, практиковаться, и постоянно проходить карты именно с пристрейфом. Ладно, я пошел тогда проверять те карты, которые ты мне скинул, и я посмотрю, какой у меня будет результат. Спасибо большое, Миша. Ребят, ссылку на Мишу я оставлю в описании. Он топ-1 России, если что. Очень хороший игрок по серфу. И он занимается, и он занимается нашими серверами на Сабишоке. Поэтому, знаете, то, что все, что вы тут видите, это все разработка Миши, он все настраивал, поэтому ему респект. Окей, я пошел, давай. Все, спасибо тебе, пока. Давай. Небольшая рекламная интеграция. На самом деле, вот этот ножик я должен был забрать себе во время стрима, но он не вывелся, поэтому я сейчас его разменяю на 50 долларов в три раза и буду ставить ставки. Я поставил прямо сейчас на коэффициент 1.5 50 долларов и выведу, когда будет здесь 65 долларов. Хорошо, я тогда ставлю 100 долларов на коэффициент 1.5. Попробуй сейчас меня зафейлить, пожалуйста. Ну что ж, я выйду на 150 долларов. Я вернул, получается, все, что у меня было. И давайте я выйду сейчас в плюс на ксфейле, но уже не здесь, а на джекпоте. Поэтому я сейчас ставлю 10 долларов вот здесь. Джекпот. Ну что ж, я поставил на джекпот 10 долларов и у меня есть конкуренты. 2 доллара, 0.25. Ладно, конкурентов нет, но я вам покажу, как быстро... А, вот и конкуренты. 3 доллара поставили. Ну что ж, здесь должна моя быть ставка. Так, здесь у нас победа за нами. Это очень хорошо, это меня радует. У нас плюс сколько долларов? Плюс 14. Так, 4 доллара мы заработали сверху. Все, мы точно сегодня в плюсе на ксфейле. Поэтому я могу вам сказать тоже, что ссылочка на ксфейле есть в описании. Не забывайте про промокод SHOCK. При пополнении он вам дает 5% к депозиту. Начинается мясо. Это карта S&T Trap. Я не проходил ее вообще ни разу. Я ее впервые вижу. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Сразу говорю, я выкидываю все, что у меня есть. И готов проходить. Я впервые ее сейчас буду видеть. Но если Миша сказал, что она сложная, то... Скорее всего, это именно и так есть. Вот так вот. Первый блинком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сложновато. О. Но тут читы я использовал. Это не совсем правильно. Так, здесь у нас получается... Так. Да ладно, но это сложно. Знаете, здесь просто большая дистанция. Тут скорости должно быть намного больше, чем в обычных картах. Так, пока что нормально. Здесь очень хорошая скорость. Даже перебор какая хорошая скорость. И не хватило высоты. Будем дальше проходить. Так, это мое пока лучшее прохождение. Я вот не знаю, куда лететь. Но рискнем полететь направо. А, это боже, это и есть серф. Я думал, это стенка. Ё-моё. Хорошо. Ну, у нас есть продвижение. Я уже прошел вроде процентов 50 этой карты. Это лучшая скорость, которая у меня была. Мы хорошо держимся. Хорошо держимся. Хорошо держимся. Ай-яй-яй. Куда? Отгадал. Отгадал. И все. Моя... Я даже не понял, куда дальше лететь. Так, сейчас покажет Миша, как проходить эту карту. Так, пока что я делал все правильно. Ну, вот видите, в чем отличие моего прохождения и Миша. Он очень низко подходит ко всем рампам. Он прям в миллиметре на них прикасается и на них падает. Так, здесь он даже не касается той рампой. Сразу сюда. Он это, если что, проходит просто так. То есть, без тренировки. Так, пока что я делал все правильно. Ага, у нас было сюда. И... Ага, ну, в целом, вроде понятно. У него скорость 4 500. Кошмар, что он творит? Блин, сложновато выглядит. А вот и прохождение. Субтитры сделал DimaTorzok прошел о боже мой чуваки я на это дерьмо потратил очень большое количество времени очень большое количество времени очень вы просто не представляете если я снимал ролик прохождение карты 1 я снимал прохождение 2 часа я думал что это перебор то это прохождение заняло больше четырех часов смотрите это материал где я начал проходить эту карту час 44 я начал в это время я закончил в 631 я проходил карту пять часов это кошмар а это сир 2 ну реально кажется сложная мне мне было реально сложно ну и он еще скинул две карты эта карта была из тех вариантов которые я пройду сто процентов следующий уже нет ну давайте пытаться это вторая карта которую не скинул миша которую я скорее всего не пройду а вот стоит же кстати стоит же всегда были проще сейчас посмотрим так первый сэш прошел нашла стрелочку да как это пусть его не знаешь не знаю еще маму надо крутиться куда-то да покрутился шикарно все чуваки третий стейдж оу какая должна быть скорость спеша так 4 прошел а 3 прошел все существует четвертый осталось и сейчас ты охренеешь так я уже начинаю и суть в том то что долететь до верха это не конечный результат я легкого легкая легкая да я предыдущий набишу ты где уже был финал ты где слухаешь в самом конце да и ты не могу долететь там по них обождаю в конце знаю я не понимаю что там делать надо я вижу этот гребаный финиш я ударяю все об стенку финиш и не поймаю что делали так скорости в роли при падении первом падением есть скорость 700 потом он становится 1300 когда я уже к финишу я не могу долететь до этого кольца эрик ой боже испугался настя но есть так не делай поздравляю 49 минут выживай а ты бы не звони копила или долетела да 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 я бы не хотела ты падаешь прям на краешек и нажимаешь пробел ази раз там скорость 1800 1900 что не о боже прошел я последний место сейчас две минуты и проходила в карту чуваки у меня то у меня так болят пальцы пальцы просто люб и у меня так болит шея плечи это вторая карта которую нужно было выполнить которому же было пройти миша я тебя ненавижу все и осталась третья карта которую он назвал что я ни разу жизни не пройду но на таком этапе и не пройду слава погнали посмотрим что за третья карта ну на последнюю карту я гружусь вместе с вами очень красиво кстати выглядит хоть что-то наконец-то оригинальная и отличительная это тоже стоит же да они этот или не она уже я у нас есть он и этот рекорд минута если что это значит мои полторы полторы минуты без ошибки не пацаны но это хард это очень хард не а короче пацаны я тут беру паузу потому что я уже не смогу здесь это проходить это сложно и объективно сложно и я это пройду просто какое-то свободное время но не сейчас я прошел две карты я уже доволен но вот третью я просто не выйти ну никак ребята я надеюсь после моих роликов кто-то станет лучше в серфе я уверен что такие люди появляются потихоньку но пожалуйста если ты сможет ролик и не знаешь попробовать или нет попробуй это очень круто ты умеешь серфе ты умеешь почти все в этой жизни в дружище с тобой был я шок не забудь подписаться на канал и поставить лайк пожалуйста не забудь это сделать пока а